здравствуйте мои дорогие так включаю все что можно чтобы вам было слышно всем здравствуйте те сети включила все включила так сейчас секундочку как-нибудь так вот поставлю я в двух местах соответственно да с вами общаюсь в сети про которую не стоит говорить и в телеграм значит вопросов достаточно много и это хорошо это значит вы думаете о своем здоровье и соответственно я смогу вам помочь этот человек не думает о своем здоровье помочь ему практически нереально и так вопросы ребенок четыре года после перенесенной витрянки развелось сходящее сегасоглазие на фоне скомпенсированной гиперметропии ну скомпенсированные так понимаю занимались гиперметропии потому что согласие возникает как раз на фоне гиперметропии на то есть неназоркость ну хорошо есть признаки вирусной нагрузки плохой аппетит чего начать смесь корней функциональный комплекс меланин и с меланином и крем не длительно ну вообще схема на самом деле грамотная я так понимаю что вы уже пообщались с консультантами из концепции здоровья потому что это вполне я тоже так назначил бы с этого бы начала действительно это нужно принимать длительно хотя бы три месяца но это вот так сказать минимальный срок после того как пошла такая вирусная нагрузка я так думаю что там не только вирусная нагрузка думаю что у ребенка еще и какие-то проблемы есть с желудочно-кишечным трактом потому что просто так на вирусы не разгуливаются так уж активно но все грамотно клеточное питание дано смесь корней функциональный комплекс меланином меланин дополнительно на вирусы действует негативно и кремний тоже он соответственно будет и с вирусами работать и укреплять соединительную ткань что здесь очень важно я бы безусловно дала бы еще черный тмин для улучшения микроциркуляции прежде всего микроциркуляции именно вот зоны головы да потому что черный тмин хорошо работает именно в этом регионе что называется я обязательно дала бы еще два купажа даже три почему сейчас объясню почему и расскажу какие дело все в том что сходящее сих согласия идет так сказать развивается да на фоне спазма и перри не тоже перенагрузки лучше назвать это спазм да для для понимания такая гипертонус определенных мышц для того чтобы убрать там надсекает мышцы те которые и этот гипертонус очень сложно убрать это в общем-то сказать реакции на сигналы центральной нервной системы и с ней договориться сложно особенно на фоне верхней нагрузки она в общем немножко нервная на эта система так вот соответственно купажи которыми я посоветовал вам принимать это питание нервной системы плюс для иммунитета на ночь ребенку четырех лет можно по одной четвертой чайной ложки в горячую воду давать перед сном что касается третьего купажа это дардау который действует как глубочайшее расслабление и дардау тоже давать ребеночку по одной четвертой чайной ложки просто рассасывать течение дня во второй половине дня где-то уже после четырех пяти будет это полная уже хороший такой комплекс коллаген обязательно растворять в воде или можно в травяном настое ведь это не вода и да да в травяном настое можно пожалуйста если нравится именно так почему вы не получите двойную пользу и ну поприятнее возможно будет пить комплексе энергетический содержится кофеин вопрос ведь там зеленый кофе в ставе да кофеин там есть кофеин там есть и те кто уже знают да мое отношение кофе и слышали мои лекции знают что с кофеином мы не очень дрожим это но вот хочу вам рассказать недавно совсем не было два дня практически свободных я ехал в поезде там плохая связь была в поезде не было и я смогла ну как бы сказать не сидеть целыми днями да там отвечать вы знаете я все время я с вами все время на связи и как бы когда хочется чего-нибудь такое послушать для души а что у меня для души конечно же различные медицинские лекции вот я переслушала лекцию процесса профессора кондакова как раз по поводу ему на халс потому что это очень интересное следование до сих пор продолжаю его изучать четко говорится о том что действительно иммунная система ну как сказать по-разному реагирует на термически обработанный продукт и на сырой продукт важный момент например я вам всегда говорю что помидоры лучше обрабатывать и помидоры перцы баклажаны лучше обрабатывать термически послёного как бы менее опасно при этом что касается кофе та же самая история та же самая история зеленый кофе менее опасен просто из него пить кофе как бы не очень вкусненько мы его обжариваем а вот что касается кофеина из зеленого кофе он по-другому немножко действует все равно на него будет негативная иммунная реакция если вы знаете что на вас есть но она будет слабее чем если бы вы или настоящий кофе вот это есть такая особенность если же вы скажем уже год элиминируете кофе из рациона и прям непременно хотите энергетически принимать тогда вы принимаете где-то месяца два и потом снова элиминация если уж прям такая проблема то есть с кофе аутоиммунный гастрит аутоиммунный тироидит для заживления слизистой оболочки желудка что мы что вы посоветуете хеликобактер отрицательный антителак внутреннего фактора кастла 0,3 это норма антителак париетальным клеткам желудка очень высокий более двух тысяч на можно ли сочетать продукцию концепция здоровья с рибогитом ну можно конечно мы же не отменяем ничего это же понятно стоит ли принимать при и пробиотики витамины микроэлементы в случае аутоиммунного гастрита и исполнение что кислотообразующие функции желудка снижена хеликобактер отрицательный вот как бы сказать это очень такой вопрос сложный да но как бы он объемный он не сложный но он объемный и ну что вы рассказываете это означает что ваш процесс начался не вчера и даже не позавчера я думаю что этому процессу уже несколько лет изначально когда это все только начиналось возможно это было в вашем детстве не к сожалению не пишите возраст если возраст ваш совсем юный да или вы про кого-то пишите про ребенка предположим да и про молодого человека то начинать надо с мамы причем маму прям как следует нужно потрясти в отношении избыточного дрожжевого роста и глютена прям хорошенько потрясти что же касается данной ситуации это уже последствия того что ваш желудок очень долго принимает ту пищу которой вы не приспособлен для этого есть тесты я об этом многократно говорила поэтому пожалуйста решить вопрос но так как наши аутоиммунные заболевания они не ходят по одному и так или иначе происходит манифестация дополнительно какого-то еще аутоиммунного заболевания почему потому что у них у всех одинаковая причина аутоиммунная система сходит с ума вы ее так нагрузили чем-то то что я абсолютно не нужно вообще говоря в ее жизни что она сходит с ума и начинает нападать на клетки собственного вашего организма правило это обычные белки пищевые 99 процентов и среди вот белков которые вызывают аутоиммунный тироидит это белки дрожжей и белков белок глютена говорю об этом очень часто за счет иммунологической мимикрии которые связывают белок щитовидной железы белок дрожжей и белок глютен вот такие вот ситуации и возникают соответственно нужно проводить бездрожжевой протокол строжайший убирать из рациона глютен на всю оставшуюся жизнь и еще у мамы вот этого человека кожи сам нужно бы провести что же касается восстановление оболочки желудка то схему многие нутрициологи врачи уже знают на базе концепции здоровья я лично составила прекрасно работающую схему микрокристаллический коллаген кремний и пептиды для жк т на основе куриных желудочков прекрасно работают все что касается там есть инструкции вот пожалуйста что касается при пробиотиков при при биотики да можно давать но смотря какие у вас бактерии сейчас перевесим может быть эпатогены оживятся поэтому сибр можно вырастить до быстро пробиотики да 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 мои хорошие пробиотики нужно давать и вот тот же альфа биом про который мы с вами недавно практически вот вчера позавчера и различные мультиштамовые тот же примадофилус и так дальше и так дальше 0 с альфа биома может быть стоит начать потому что он хорошо помогает снести уровень системного воспаления витамины да витамины группы b витамин d это ну извините нужно прям вчера микроэлементы кремний да нужен действительно микроэлемента цинк нужен но я бы дала все таки не отдельные микроэлементы кремний отдельная история по кремнию мы сильно обеднены и он очень хорошо входит в программу его усиливать нужно программу установления кишечной стенки и желудочно естественно а вот смесь корней ячменя и пшеницы там нет глютена не бойтесь это корни там глютена отродясь не было можно давать и нужно давать и функциональный комплекс меланином я бы честно говоря тоже давала но начала бы все таки я с корней ячменя и пшеницы функциональный комплекс меланином добавила бы через полтора два месяца то и три то что вот снижена кислота образующая функция это говорит о том что это уже второй этап как минимум этого состояния в этом этапе всегда кислотность повышается сражается здесь вот образующая функция резко снижается ну что хеликобактер отрицательный он был скорее всего возбужден тогда когда вы его ну так сказать этот процесс запускали когда кислотность была получена и потому что вы принимаете рибогид тоже в общем как бы вы активность хеликобактер этим подавляете у меня вопрос как усилить комплекс для нервной системы иммунитета дополнительно не продукции концепции здоровья жаль что не продукции концепции здоровья потому что у нас есть дардау который прекрасно усиливает как раз действует этих купажей но так в принципе вас открыта линейка да снотворных успокоительных но как вы понимаете я не могу вам рекомендовать снотворные химического плана потому что вы с них потом во первых не слезете во вторых вы флору совсем убьете поэтому мелатонин ну как вариант понятно что настойка пустырника наверное мало пара сработает потому что вы пишете в связи с последними событиями нужна тяжелая артиллерия я понимаю уже наверное тенатен здесь не сыграет но мелатонин мелатонин плюс к тому что вы уже принимаете я бы дала дардау конечно дардау вот вы его оцените честно говоря он абсолютно на других основах действует хотя это уже растительный препарат в основе но там на на экстракты и он грамотно составлен он вот знаете вот отпускает как нервы натянуты да как струна вот он их отпускает вы начинаете видеть реальность по-другому но мелатонин мелатонин не меланин в данном случае а мелатонин за два часа до предполагаемого сна пожалуйста кстати валаровский неплохо действует не обязательно там гоняться за мелатонином фирмы нау или другой и валаровский наш неплохо действует и он безопасен все таки когда вы его отменяете ну конечно это понятно что это такой прогормон да но когда вы отменяете нет таких жутких ломок как если бы принимали заборный какой из продуктов безопасно добавить детям 6 лет которые хорошо переносят не самую здоровую еду вот как для минимизации последствий ее потребления новые ребята даете то есть ребенок ну как бы еще жив потребляя не самую здоровую еду и даже неплохо себя чувствует мы будем продолжать давать не самый здоровый еды ну чтобы как не конфликтовать с ребенком а чтобы такое дать для минимизации последствий ее потребление даете колу какую-нибудь или что-нибудь подобное или вы даете сладости или вы даете пережаренную там какую-нибудь картошку фри или чипсы с их совершенно смертельными амидами да то вам нафиг на придется давать ребенку сорбент а да чтобы как-то в общем все это вывести поэтому давайте договоримся так что все-таки не очень здоровая еда уходит в прошлое а минимизировать теперь мы будем пептидами для желудочно-кишечного тракта потому что он хорошо заживляет во первых кишечную стенку во вторых а там есть и ферменты тоже которые помогают переваривать они безопасны и как количество их безопасное и действие очень мягкое хорошие конечно я дала бы обязательно кремний дала бы обязательно микроперистолический коллаген в любом случае поддержать соединительную тканную оболочку желудочно-кишечного тракта потому что на соединительной ткани от слизистый слой слизистый слой а потом еще слой слизи как таковой вот говоря строить строение то наши кишечные стенки поэтому обязательно нужно соединительная ткань довольно мощная я бы конечно давала смесь корней чменя и пшеницы функциональный комплекс меланин для того чтобы кроме не очень полезной еды на клетке организма вашего ребенка принимали бы еще и клеточное питание клиент планирует удаление зубов восьмерки коренной из последней антибиотикотерапии вот мне вы знаете совершенно непонятно почему обычное удаление зубов даже не имплантация превратилась у нас какую-то жуткую процедуру требующие комплексной антибиотикотерапии вот это вот поместите существует же осенгверитрин которым мы можем полоскать существуют сильные порошковые пробиотики которыми мы которые мы можем рассасывать это действует также как антибиотик только безопасно почему нужно антибиотикотерапии не совсем понимаю у нас есть с вами кремний золотая вода черный тмин это все противовирусные противобиотические причем природные антибиотики средства у нас есть в конце концов исландский мох который вы можете заваривать пить внутрь и также им полоскать антибиотики если ужасное воспаление температура поднялась там вот такая щека я еще у как-то могу понять это аккуратно вскрыть до дренировать и собственно говоря продолжать то что то что мы делаем сейчас то же антибиотики совсем для флоры перед удалением зуба питание нервной системы на ночь дардау можно непосредственно когда идете туда кремний конечно же уже однозначно а потом соответственно пробиотики рассасывать с ангеритрином полоскать исландский мох можно внутрь можно полоскать добавлять в кремний который вы принимаете золотую воду и можно капельку черного тмина все если у клиента по анализу иммунных с непереносимость говядины может ли он использовать микрокристаллический коллаген если но хорошо усваивается реально этот коллаген он прям здорово меняет ситуацию но если вы элиминировали говядину более года вы микрокристаллический коллаген можете принимать ограниченное число времени там скажем месяца полтора-два и все и потом снова идет элиминация если же вы еще не элиминировали говядину или еще хуже там элиминировали месяца два потом коллаген стали принимать на основе фасции молодых бычков может быть реакция поэтому здесь время элиминации важно наблюдаем четкую реакцию на любой коллаген из банки это вы можете реагировать не столько даже на говядину сколько на уксусную кислоту которого там находится почему я люблю микрокристаллический коллаген именно концепции здоровья потому что он не способом уксусного гидролиза произведен там нет средов уксусной кислоты на уксусную кислоту мы реагируем да наши дрожжи прежде всего очень и чувствует поэтому может быть еще и за это так или сама записала и забыли не вижу почерк врачебный или может быть костный бульон или заменить коз на костный бульон из птицы и рыбы после бульон неплохо из птицы из рыбы просто не муторно возиться конечно микропристаллический коллаген в этом плане гораздо предпочтительнее но опять же если была длительная элиминация вы попробовали все нормально несоответственно нет штаты нет вот каких-то тяжестей в желудке нет каких других проявлений то и после и элиминация прошла уже довольно длительная то есть от 4 до 12 месяцев то можно снова его убрать случае если у клиента по хмс кандида присутствует минимальном количестве считаете ли вы необходимо проводить безрыщевой протокол и использование кондитосупрессора или можно ограничиться только протоколом знаете в чем дело я практик я клиницист по по жизни и я никогда не смотрю изначально на анализы я всегда смотрю на симптомы если даже хмс по осипу не показывает превышение все-таки о референциях тоже надо еще поговорить да мы же не знаем какие там референции насколько у вас именно такое количество обижающих дрожжей которые собственно говоря ловит эти референции это вопрос очень такой но я всегда смотрю по симптомам если у вас все анализы идеальные но при этом вас тянет на сладкое или на спиртное или на соевый соус или на готовые соусы да или на картошку или на фрукты или на сладости откровенные или на зрелые сыры особенно сыр из плесени если у вас сдутый животик газа без запаха изжога какие-то красные пятна на теле усиливающиеся там после сладости извините ребят чего вы будете ждать тут анализы кандиду и вообще грибки как и гельминтов выявить и подтвердить лабораторно очень сложно они не хотят чтобы их находили это вполне себе жизнеспособные формы и они абсолютно так сказать не не желают чтобы с ними вообще как-то боролись поэтому их обнаружить сложно но симптоматика говорит сама за себя белый обложенный язык утром ну извините ходите лучше без врачевой протокол совсем без антимикотиков вы не сможете конечно кандиды супресов все-таки это антимикотик для резистентных форм это из пушки по воробьям не бьют если у вас формы грибков не такие уж заядлые да то пожалуйста вы можете взять например антипроцессорный комплекс концепции здоровья либо купить в аптеке любой бат там кондитрим какой-нибудь или не знаю там кондисмарт выписать или что-то еще и соответственно пробовать на них или например шамбалу да ну какой то другой вариант но если резистентные формы уже то конечно кондитосупресов здесь вам поможет больше всего и лучше всего совсем на голой диете вы не вытяните будут ломки будет тяжело лучше дожать дрожь когда болеют дети простудой что давать сопли кашель горло болит стул с неперевариваемой едой мягкие светлые ребенку два года я бы конечно челось кишечника однозначно потому что вот светлый стул чего не успеть у него что у него с печенью него покопала в этом направлении то что простудой может быть если часто болеет ему два года и начал болеть так вот прям устойчиво то убирайте коровье молочное вообще из рациона коровье молочное уберите из рациона запишите большими буквами повесьте и что вам никто не говорил коровье молочное из рациона уберите это далее берете кремний можете им и поить ребеночка там буквально по два миллилитра в день два года два миллилитра ему хватит день можно промывать носик вполне и обязательно дайте функциональный комплекс меланином и дайте смесь корнеевич меня и пшеницы если смесь корнеевич меня и пшеницу еще можно растворить и в общем ему это влить да то соответственно функциональный комплекс меланином надо глотать только они не очень они как бы крупка такая они не очень но хотя бы смесь корнеевич меня и пшеницы никакого глютена там нет там клеточное питание его нужно сейчас нормально питание организовать потому что раз не переваленная еда значит у него поджелудочные уже проблемы думаю что с печенью тоже вот поэтому пожалуйста ограничьте его рацион убирайте коровье молочное по возможности убирайте глютен содержащие крупы и соответственно кремний золотая вода ну прям буквально капельно там две-три капли можно в кремнии прям накапать и промывать тоже носик тоже будет попадать внутрь ничего страшного абсолютно что же касается каких-то таких серьезных да там противовирусных я таким детям вообще не даю единство что это не концепция здоровья ночь хорошо работает называется эльвито-де-вид найдите давайте как только вирус начинается давайте но кремнии вы можете сейчас уже спокойно абсолютно надавать и внутрь и золотой водичкой и и конечно смесь корнеевич меня пшеница то что с питанием непонятная ситуация а клеткам нужна еда какая доза йода в случае радиоактивного облака есть ли жизнь после ядерной войны ну честно вам скажу не ожидала конечно я вообще в своей жизни вот такие вот вопросы да потому что не для этого мы учились в медицинском институте что конечно вы слушаете все это и вообще сталкивался с этим да и люди рождаются не для того чтобы вообще думать но вы меня спросили я должна вам ответить соответственно есть ядорал это таблетированный такой раствор люголия в общем-то и в норме 12 половиной миллиграмм нет микрограмм там дозировка есть это собственно такая суточная потребность случае какой-то так сказать непредвиденной ситуации до 50 увеличивается дозировка но честно вам скажу это как бы йод то понятно но это просто эффективно да но если уж вы прям вот думаете об этом не можете выкинуть из головы то сорбент а и меланин порошковый меланин вот это да если прям вот вы прям как бы строить себе такую реальность то тогда сорбента и порошковый меланин запасайтесь будет дардау еще возьмите потому что надо здесь сознание нужно менять ребят не совсем как бы я понимаю что это наверное не совсем то что вы меня спрашивали но я все таки не могу не сказать если вы думаете об этом задумайтесь еще об одном ведь ваша творческая способность собственно говоря и образует эту реальность вы хотите и вы ее правда хотите почему вы тянете своими мыслями именно эту реальность свое поле и и почему-то вы организуете думаете о другом думаете вы о том что вы реально хотите вы же поле вы полевые структуры вы творите жизнь и именно вашей творческой способностью пользуются те же самые сми им нужно нагнетать обстановку у них другая задача им нужно вас напугать им нужно собрать рейтинги и так дальше но ведь творите реальность вы вот и творите ту которую вы хотите что мы все радостные веселые не знаю встречай новый год гуляем по шуршащей листве и так дальше вот эту реальность творите вибрационная медицина приходите ко мне на вибрационную медицину мы об этом поговорим мы можем творить реальность поверьте мне к тому же хорошую новость ядерной воды не будет никаких ужасов не будет я с вами прощаюсь до новых встреч формируйте вопросы и мы с вами на них ответим